Исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк рассказала о предложении внести в бюджет муниципалитета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов изменения. Параметры бюджета меняются по всем трем годам 2019 год, 2020 и 2021. В части 2019 года параметры меняются в связи с тем, что мы увеличиваем доходы в связи с передачей полномочий сельских и городских поселений администрации Ленинского муниципального района, а полномочия передаются с объемом трансфертов. Также увеличение произойдет и в связи с реализацией государственных программ. Изменятся в 2019 году и расходы. Дефицит бюджета текущего года составит 125 миллионов рублей. Бюджеты двух последующих годов планируются без дефицита. Изменения были поддержаны депутатами единогласно. Галина Благодарящего, заместитель начальника правового отдела, озвучила вопрос об изменениях в положении о порядке организации публичных слушаний в Ленинском районе, которые касались правильности трактовки положения. Прошу голосовать, кто за. Против. Воздержал совершение принято единогласно. Определение печатного средства массовой информации и сайта для официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления также стало темой рассмотрения депутатов. Было решено, что таким печатным изданием остается районная газета «Видновские вести», а площадка в интернете, где будут публиковаться все правовые акты, сайт районной администрации. Глава района в пятидневный срок после подписания правового акта, подлежащего обязательному опубликованию, направляет его в официальный печатный орган администрации Ленинского района. Официальный печатный орган администрации обязан обеспечить официальное опубликование правового акта не позднее пяти дней с датой получения этого акта. Две важных темы поднял заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков. Одна касалась утверждения размеров выплат по мерам социальной поддержки населения, а также перечня категорий граждан и организаций, которым полагаются такие выплаты. Другой темой стало утверждение перечня мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Ленинского района. В нем рассматриваются меры привлечения медицинских работников в больницы и поликлиники. Это и меры поддержки молодых специалистов, это, конечно же, и компенсация аренды жилья, это и доплаты за разъездные расходы. В целом, значит, данный проект решения охватывает на сегодняшний день 312 человек. Оба проекта были единогласно одобрены Советом депутатов. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.